всем привет меня зовут марина я живу на острове тенерифа и хочу вас сегодня познакомить с очень известной компании по недвижимости vim canarias узнаем как же им удалось выжить в столь непростые времена и заодно узнаем как пережил остров карантин где туристы какие перспективы и что будет с нами дальше посмотри марина на 10 якорь наш спар супермаркет который был столько времени и закрыть до сих пор но вот у нас сегодня очень удачный день там началась уборка поэтому есть надежда что вот-вот и они тоже откроют а это у нас центральный офис и вот называется здесь в этом названии очень многое невозможное возможно когда-то сам автор очень-очень давно нам ее подарил и вот она столько лет на моем столе мы находимся в главном офисе и венка нарез познакомьтесь светлана да здравствуйте светлана что вы можете рассказать про компанию почему vim как вы попали сюда ну наверное судьба как и у большинства наших сотрудников но как еще можно это назвать я маргариту знаю конечно давно и мы знакомы давно поэтому получилось я не планировала казалось нужно вместе в нужное время и да и я начала работать здесь и вот уже уже четвертый год вот как-то как приняли новость о карантине что мы закрываем мы наверное уже где-то готовились потому что новости все скажем мне все становились хуже и хуже у меня было честно говоря полный шок и полная растерянность не буду скрывать потому что я из тех любознательных идиотов которая посвятилась тему ковида еще в январе прилетев из англии отдохнув на новый год прекрасно у свекрови залезла зачем-то в youtube и увидела что в китае начинается какая-то массовая истерия и вот я все ждала с января месяца когда она найдет да 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 и когда позвонили со школы с нашей ветеркинга и сказали что учитель один из учителей заболел и дал издал тест положительный конечно мы все были в шоке я сначала думала когда школы закрыли что вы будем ну ладно школы закрыли мы будем в лес ходить на пляж гулять недолго мы порадовались народа дня когда пришло сообщение что никакого леса никакой пляж сидите все по домам но это было конечно детям 3 и 6 это было как развлекались ужасно ну во первых я узнал что твою школа семилеткой мы онлайн учились вместе для меня это было крайне тяжело потому что испанский язык и какие-то термины которые я вообще от этого далека а вариантов других не было приходилось сидеть смотреть слушать и математика в картинках и английский в картинках в общем все в картинках песнях каких-то заданиях было это слезы это слезы когда ты ходишь и видишь что ты это все строил в этот центр строился когда я была беременна второй дочкой падала здесь и даже вату и когда ты видишь вот это тишину слава богу не разруху мы поддерживаем конечно мы все ждем когда это все восстановится здесь у нас офис на работает это офис по аренде для туристов здесь у нас такой небольшой блок это бьюти до бьюти индустрия нам сказать слава богу она выжила в любое к еще раз показывает плохо хорошо люди это будет кушать и всегда будут прихорашиваться до никуда от этого не деться кстати говоря вот обратите внимание мы всем приговорим кто на тенерифа посмотрит собираем просим туристов до привозить книжки все это бесплатно меняется как вы видите изменения отложил вот карантин отпечаток как ни странно по своей по нашей команде я могу сказать мне кажется мы не особо изменились потому что добрее стали да это безусловно то есть какие-то моменты которые уже не надо мы действительно поймите мы очень много помогали и помогаем людям абсолютно бесплатно мы сделали кара каникулы по ипотеками не хочу чтобы это было что вот мы такие молодцы но это правда это факт а мы не брали за это денег мы просто человечность проявили понимая что люди далеко они не могут прилететь у них есть проблемы они не могут сдать есть проблемы с окопами с теми кто не платит все истории мы не вытащили безусловно это нереально но очень многим людям большинству мы смогли помочь и действительно это факт и очень много таких инициатива нашло именно от сотрудников даже они мне открывали глаза давайте вот эту программу давайте вот эту программу то есть в этом плане да а так как они любят они по себе очень хорошие на мой взгляд оптимистичные и меняться не было смысла я надеюсь что то что компания транслировала надежный что они вышли они вовремя получали зарплату неважно до зарабатывала компания не зарабатывала это придало им уверенности я очень надеюсь что это будет цениться очень долгое время а а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Приходилось заниматься мне, Кате, которая Екатерине Муковичу, спасибо ей огромное Разруливать, убеждать, что все вернется, что нужны пролонгации Поэтому вот скучать это время я вспоминаю с каким-то ужасом И плюс, конечно, это аренда, потому что все в один момент перестали платить денег за аренду Хозяевам было все равно, я и прекрасно понимаю, что им нужно платить кредиты, свет и воду И вот это было время, на самом деле, когда я поняла, что вот что-то внутреннее стержень все-таки есть Он уже выработался и в любой тяжелой ситуации, да, продолжаешь работать и находить выход из ситуации Сан-Фарева, как вот они давно, можно сказать, с открытия практически центра с нами Уже и ковид мы пережили вместе, поэтому можно сказать, что жизнь у нас будет долгая и счастливая Самое главное красивая Какие вещи у нас будут делать? У нас будет трудно для того, в соответствии, в частности, в восхищении у нас очень трудных вещей Это будет трудно для вас продумать на моем месте, отварительно для вас поднимать Это будет трудно для вас, именно для вас, безусловно для вас, сочувствующих г Конечно, или сочувствующих генерифётов Вы не любите так, потому что Канарьи очень любят бессмысленные, но, ну ладно, маскарина – это лучшее. И я думаю, что это будет дать много времени, потому что мы будем продолжать ехать. Но с этим даже не было шанса проработать, пока нас обратно не выпустили. Это одна из многих историй этого острова. И с юнием прошлого мы работаем без проблем. Это будет выйти в видео. Спасибо. Спасибо. Спасибо за semua из то,hero. Спасибо за организм, своими romanками. Всего Planet. Эти santки. И я вы Nat Zaragoza. Всегда Lionel. И я мат. У меня нет. Спасибо за вами, но задача нет. Ставить вас делать неизвестное,ates. Как вы, по вашему мнению, изменился ли рынок недвижимости? Есть ли какие-то заметные изменения? Поменялся ли контингент покупателя? Может, запросы какие-то поменялись, форма продажи? Конечно, поменялось, на мой взгляд, достаточно серьезно. И это, как агентство, наверное, это радует, потому что объем очень сильно вырос, люкс недвижимости и дорогих сделок. То есть, действительно, это правда, покупаются дома, независимые таунхаусы. Связано, может быть, с тем, что кто-то, просто действительно, накопив средства, боится в банках держать. Переезжают люди в индивидентные дома, напуганность, наверное, ковидом долго себя будет давать знать. Люди хотят жить отдельно, садиком, если еще раз повториться, чтобы хотя бы выйти, не соседа, балкон соседа видеть, да, и стену. А уже что-то такое открытое и простор. Это правда. Но плюс, конечно, деньги, знаете, в мире, как всегда говорится, да, масса денежная никуда не делась. Просто ее большинство, к сожалению, потеряли, а какое-то меньшинство, оно стало богаче. Потому что денег больше не напечатали, их не утилизировали. Они как были в мире, они так есть. И, понятное дело, те, кто сделал свои деньги и прирост капитала за это время, да, они продолжают покупать, они инвестировать. И, слава тебе, Господи, нам чуть-чуть, но что-то достается на Канарах. Достаточно. Еще из заметных, конечно, отличий практически стоит самый популярный до ковида сегмент недвижимости. Это недвижимость для аренды, для туристов. Люди действительно сейчас побаиваются ее покупать, потому что не знают, какие ставки делать, когда вернется, что будет с законами. Но в последнее время все равно есть оживление со стороны, могу отметить, российского рынка, украинского. Потому что наша золотая программа 500 тысяч недвижимости никуда не делась. Люди упорно считают, сколько у них было куплено, у кого на 300, на 400, и смысл докупить. Да, для того, чтобы все-таки сделать ВНЖ и уже непосредственно быть свободным. Это не обязательно переехать сюда, но быть свободным перемещением. На данный момент, конечно, прежде всего покупатели – это местные канарцы, у которых, наконец-то, где-то шансы появились, может быть, без гонки вооружения подобрать спокойно себе жилье. Раньше им было это сложно сделать. Иностранные инвесторы, понятно, всегда впереди планеты всей. И немецкий рынок, чешский рынок, прибалтийский рынок откроют Англию, откроют Францию. Я абсолютно уверена, что они поднимут рынок сильно. Ну и россиян, украинцев, белорусов, казахов мы ждем всегда. Мы находимся на новом проекте – лакшери-проекте. Здесь ведется огромная стройка, сопровождает нас Анастасия. Это новый проект, и очень приятно, что в период карантина наконец-то начались новые стройки здесь, на юге Тонерифе. Это то, чего мы так с нетерпением ждали, то, что очень важно для нас и для наших клиентов, в целом для нашего сектора. Этот проект – это 27 люкс-вилл, которые расположены прямо над Сиам-парком и над Сиам-молом. Отсюда будут открываться прекрасные виды на океан, на остров Лагомера. И, в принципе, это такое место, куда очень просто добраться, потому что это юг Тонерифе. И в то же время ты находишься в таком неком оазисе. Эти виллы будут расположены в одном, скажем так, комплексе, в одном коммунидаде. Три уровня этих вилл. И цены здесь стартуют от 1,580,000 евро. Что может быть как хорошей инвестицией для наших клиентов, а также и прекрасным местом для жилья. Ничего себе цены радуют, что после карантина возобновляются новые стройки, новые проекты. И по таким ценам. А как насчет покупателей? Есть уже желающие? Кто-то уже что-то забронировал? Да, есть желающие. И на самом деле нужно отметить, что после карантина люкс-сектор поднялся. И, например, из этих 27 вилл 6 уже зарезервированы. То есть 6 вилл уже ждут своих собственников. И 21 вилла еще на продаже, поэтому есть шанс. Урвать кусочек. Расскажи свой опыт. На карантине. Как пережили? Я знаю, у тебя маленький ребенок совсем есть. Так, у нас были условия. Это сад, это собственный дом. Мои свекрови, свекры свекрови. Поэтому мы очень хорошо провели это время. То есть еще один положительный отзыв. Да, да. И как развлекались? Что делали? То есть столько времени в одном доме закрыто? Как развлекались? Готовили, играли, занимались с ребенком, смотрели мультики, спали, выходили с собаками гулять. То есть, ну, такое. А, то есть был повод выбраться на улицу. Все-таки собаки спасли очень многих. А вот мы сейчас находимся возле Сиам-парка. Да. Когда он открылся? Открылся ли вообще? Как работает? Была ли ты уже там со своим ребенком? Что это за парк? Расскажи поподробнее. Да, насколько я знаю, прошлые выходные Сиам-парк наконец-то открылся. Мы пока еще не попали. Мы всегда предпочитаем подождать, пока основной поток народа насладится всеми прелестями парков. И потом уже, когда более спокойная обстановка, уже туда пойти. Это очень радостное новое для Тони Рифи, что потихоньку открылся как Лора-парк, так и Сиам-парк. И это значит, что жизнь возвращается, что возвращаются туристы, что возвращаются инвестиции на остров. Я с кем не поговорю, у всех судьба привела. Твоя история какая? Как тебя, Маргарита, уговорила? Тоже судьба. Я изначально клиент Вим Канарис. И вся моя карьера – это работа в крупных компаниях. Поэтому, даже приехав на Тони Рифи, я оказалась в крупной компании. То есть до этого ты тоже работала в сфере недвижимости или какая-то другая деятельность? Нет, я не работала в сфере недвижимости. Я работала в экономической сфере. Но приехала сюда, и вот так вот повернулась судьба. Пригодилась? Экономический опыт пригодился в недвижимости? Да, конечно. Пригодилась. Никакие знания лишними не бывает. И в то же время консультация клиентов по документам, по ипотекам. Раз ты экономист, твои прогнозы? Какие? Экономические? Экономические прогнозы в сфере недвижимости, скажем так. Я думаю, как только границы откроются, здесь будет бум по продаже недвижимости. Потому что люди сейчас ищут места, куда можно переезжать, куда можно вкладывать, и где их идеальное место под солнцем. Ну что, мы очень оперативно сегодня поработали с утра. Нам еще предстоит очень много рассказать, показать и записать. До встречи! Бары закрыты, отели закрыты. Продолжение нашего репортажа мы перебазировались на новую локацию. Находимся мы здесь с Георгием. Он нам покажет пример того, что на данный момент пользуется спросом. Представляю вам, Георгия. Как вам будет удобнее общаться? С маской, без маски? Как вы скажете? Конечно, без маски мне удобнее. Без маски комфортнее, да? Да. Ну, я так понимаю, все мы тут прошли тесты. Да. Некоторые даже успели привиться, так что снимай маски, господа. Конечно, снимай маски. Все кажется, вот маску я сниму, и этот мир изменится со мною. Отлично. Ну, тогда пройдемте, посмотрим на... Проходите. Это один из самых престижных районов, один из самых таких элегантных, красивых районов острова Тенерифи. Ну, что касается, особенно, юга острова, цены определяются тем, что это пляж Дель Дуке. Это уже повышает несколько раз цены. Потом, это один из немногочисленных жилых комплексов, которые находятся настолько близко к морю, что тут нужно говорить о метрах. Вот. Что касается этого, конкретно, тех апартаментов, которые находятся в комплексе Эль Берил, буквально напротив океана, он стоит миллион двести пятьдесят тысяч евро. Это трехспальная бунгало, две ванные комнаты, зал и прекрасная терраса с бугенвильей. Вот. Здесь же находится и бассейн общего пользования, ну, так, коммунидат. У меня такое мнение, что вот время крупных гостиниц немного уходит. Люди хотят быть немного независимо от туристического, может быть, вот этого бизнеса, от гостиничных, вот этих крупных гостиниц. Сейчас наступает период, когда каждая семья хочет иметь свою собственную гостиницу. Карантин оставил свой след в том смысле, что, мне кажется, люди начали еще больше понимать, что жизнь прекрасна. 2020 год для меня и моей семьи, моих родных стал одним из самых счастливых, если не сказать, что самым счастливым годом, потому что в 2020 году я... у нас с женой моей родилась дочь, наконец-то. Поздравляй! Мы очень давно этого ждали. Это действительно очень хорошее событие Елизавета, Елизавета Георгиевна. Вот. И второе событие, которое также очень большое значение имеет для меня и вообще, я думаю, что и для дальнейшего проживания здесь, это то, что меня пригласили работать в ВИМ, Маргарита, мой руководитель. С октября месяца я работаю здесь, в ВИМ-Канария. У меня вообще первая сделка была онлайн. Ага. Дистанционно. Новая года. Да. Это была семья из Бельгии, вот, и я заключил с ними сделку. Потом вторая, третья, четвертая, пятая. У меня даже вот на прошлой неделе было два подписания в один и тот же день в нотариусе. Ну, конечно, все это достаточно новое. Я потихонечку с профессиональной точки зрения тоже все это начинаю понимать. Но без помощи моих коллег, это я говорю без абсолютной лести, фальши и так далее, это реально так. Без помощи каждой из них, начиная от моего руководства и со всеми остальными, так быстро у меня не получилось. Вот мы и с Джорджем перебазировались на знаменитый пляж Бухта Эль-Дюке. Всего, ну, буквально 10 шагов от офиса. В выходные здесь очень много народу. Мы обычно вот здесь прогуливаемся и очень много народу всегда бывает на этом пляже. Тем более здесь еще вторая часть этого пляжа Эль-Дюке открылась, да? Вы вот прокомментировали, что стали папой в карантин. Как это? Рождение ребенка, когда все вокруг закрыто? Ну, я сейчас могу говорить об этом спокойно, потому что... Без эмоций. Без эмоций, да. Потому что раньше без эмоций, без слез невозможно было. Коляску, ну, как, по нашим традициям коляску нужно покупать после, да, рождения ребенка. Ага. Но за два дня до закрытия всего, до карантина, нам сказали, что все будет закрыто, поэтому мы бегом уже поехали, взяли эту коляску, приехали, но не успели ни одежды, ничего. Все магазины закрылись. Но, слава богу, здесь действительно очень хороший народ живет в основном, да, наверное, все-таки. Откликнулись. Да, больница находится, мы выбрали просто государственную больницу, вот там определенным причинам находится в столице. Ну, и, конечно же, во время родов невозможно было находиться там. То есть там были условия, не разрешили присутствовать. То самое ужасное, что там даже невозможно поехать, где-то сидеть было покушать, потому что все было абсолютно закрыто, все рестораны, все кафетерии. Мы немного по-другому представляли. Мы представляли, что там снимем квартиру или гостиницу и будем на вот это время находиться там. Вот на такой радостной и оптимистичной ноте оставим Джорджа в офисе, дальше работать и поедем знакомиться с очередными работниками. Я хотел бы, знаете, что сказать напоследок, если разрешите. Конечно. Когда-то мне еще на материковой Испании, друзья мои, они все там учителями работают такие, кто-то там историк, кто-то английский язык, кто-то математика и так далее. Один из них, я сказал, такую версию, что Канарские острова – это то, что осталось от Атлантиды, где зарождалось человечество. И поэтому любой человек, даже если это туристы, даже если это из других стран, которые приезжают сюда жить или отдыхать, или просто приезжают отдыхать, они подсознательно чувствуют, что они возвращаются к себе домой. Именно поэтому, находясь здесь на Канарских островах, в частности, здесь на острове Тенерифе, человек не чувствует, что он где-то на чужбине. Здесь атмосфера вот дома всегда присутствует. Наши, lumière листы, говорите о Тенерифе Тенерифе Guys. Привет, Паула! Привет! Как ты? Как ты? Блин, спасибо! У нас уже немного осталось. Как ты находишься в компании? В компании? Потому что это очень большая компания. Она очень увеличилась. И есть люди из многих стран. Вы говорите по-другому языку. Да, где ты? Да, ты говоришь. Это еще самое интересное. Есть компании из многих стран. Они русские, английские, канарские. Я, я, из Среда. И я, из Среда. И ты понимаешь очень хорошо? Да, да, да. Да, да. Все говорят в спальне, потому что я не говорю в спальне. Так что я очень легко говорю. В этом смысле я тоже очень легко говорю. Как ты чувствовала тюна? Когда ты дали новое, когда ты слышишь фильмы, ты говоришь, что мы все в доме, все в доме, все в доме. Ты дороги. Компажисты. Ну, это одна. Я хорошо. Ты охранник clue. В доме, я не знаю, что я не знаю, что я мог найти. Я не знаю, что я поездила. Зачем. Вценю. Вценю. Комплекс шикарный, вот это идеальное место, вот на самом деле идеальное место, чтобы провести как бы карантин. Полно территория большая в этих апартаментах, огромные террасы, шикарнейшие виды, а бассейн тут просто, ну, просто, ну, лучшего пожелать нельзя. Музыка А, неприятно, вот эта реакция, когда вот люди... Ты знаешь, о чем идет речь? О чем идет, о ком идет речь? То, как работает ВИМ, я думаю, не работает никто. Это обслуживание клиентов, это работа с каждым клиентом, как с уникальным, да, всем уникальный профессионализм. Ценится каждый сотрудник. Не каждый ставлен сам на себя, а все вместе работают. Когда все вместе, тогда все и держится. Она не боится пробовать, она не боится экспериментировать, она всегда в курсе событий, ну, все держит на контроле. Можно меня спросить? Я знаю, в чем секрет. А у меня секрет очень простой. У меня самая лучшая команда, у нас самая лучшая команда. Причем я могу сказать, она такого высокого уровня, она настолько порядочная, скрупулезная. Это самый большой актив, гордость моя, это мой четвертый ребенок именно командой. Я могу сказать, берите команду ВИМ, поставьте править Орона или Адехи, или Тенерифа, ну, уж там на Испанию я не замахиваюсь, или на Россию, или на Германию. И я уверена, результат будет однозначно лучше. А чем вы руководствуетесь, когда вы подбираете персонал? Интуиция. Интуиция? У меня исключительно интуиция. Не только представить, что всего лишь каких-то несколько лет назад мне было очень сложно привыкнуть к Тенерифу, к этому спокойствию, тишине. Ну, вот, как сказал наш друг общий Джордж, с которым мы общались, в какой-то момент понимаешь, что ты у себя дома. Все-таки остров притягивает. И раз ты здесь пожил, то все, ты вернешься всегда. Куда бы ты ни ездил, всегда остается ощущение, что тебе нужно домой, что ты возвращаешься домой. Субтитры создавал DimaTorzok